Сатира является важным компонентом художественного мира Михаила Булгакова. Максим Горький в своем публицистическом цикле высказывает мысль о том, что все происходящее в послереволюционной России – безжалостный опыт, проводимый революционерами над народом. Эта мысль становится основой сатирических повестей Михаила Булгакова «Роковые яйца и собачье сердце». Произведение иллюстрирует одну из особенностей прозы писателя – многоплановость. В них переплетаются бытовой и философский метафорические планы. Фантастическая повесть «Роковые яйца» написана в 1924 году. Первоначально она называется «Луч жизни». Булгаков заставляет задуматься над жизнеспособностью нового государства. В произведении поднимаются философские проблемы, роль случая в человеческой жизни и роль личности в истории. Событие представлено как роковое бедствие, наказание целой страны. Главные герои повести – это профессор Владимир Ипатевич Персиков и Александр Семенович Рок, профессор Персиков-гений, сосредоточенный на науке. Он далек от жизни и ею не интересуется. Рок, заведующий показательным совхозом «Красный луч», расположенным в селе Никольском Смоленской губернии. Это человек, выросший на идеях революции. Булгаков пишет, что революция показывает, что этот человек положительно велик. Но его самонадеянность приводит к трагедии. Только благодаря силам природы удается избежать уничтожения страны. В тексте произведение множество скрытых смыслов. Основные приемы создания комического в роковых яйцах – ирония и гротеск. Подтекст заложен в самом названии. Первоначальное название повести «Луч жизни» иронично, потому что изобретенный профессором «Красный луч» оказывается, напротив, лучом смерти, угрожающим целой стране. Это название перекликается с названием совхоза, откуда начинаются все несчастья – «Красный луч». Название «Роковые яйца» также символично. Яйцо, как начало и символ жизни, оказывается роковым в результате ошибки и обращает родившуюся в нем жизнь в смерть для людей. Для создания комического эффекта Булгаков активно пользуется нелепыми, на первый взгляд, высказываниями, штампами и клише официально-делового стиля, создает невообразимое название чрезвычайных комиссий. Другая повесть с фантастической завязкой и обличительной фабулой «Собачье сердце» написана Булгаковым в начале 1925 года. Цензура запрещает публикацию, автор при жизни так и не застает повесть напечатанной. Впервые ее публикуют в Лондоне и во Франкфурте в 1968 году. В Советском Союзе «Собачье сердце» издают лишь в 1987, и уже через год, в 1988 на экраны выходит одноименный двухсерийный черно-белый телефильм режиссера Владимира Бортко, снятый на киностудии «Ленфильм». В повести «Собачье сердце» соединяются разные элементы. Фантастический сюжет повести и гротескное изображение исторического момента создает ощущение пародии, усиливает это ощущение подзаголовок повести «Чудовищная история». Научно-приключенческий жанр – это внешняя сторона сатирического подтекста «Собачьего сердца». Булгаков предостерегает от последствий исторического эксперимента. Главная проблема повести – социальная. Автор заставляет осмыслить события революции. Также Булгаков пытается установить границу человеческих возможностей. Профессор Преображенский, возомнив себя Богом, идет против природы, превращая собаку в человека. Повесть состоит из девяти частей и эпилога. Часть повести написана от имени Пса Шарика, другая часть представляет собой дневник ассистента профессора доктора Барменталя. «Собачье сердце» имеет метафорический подтекст. У профессора говорящая фамилия. Он преображает собаку в нового человека. Действие начинается под Рождество и заканчивается весной на Пасху. Это сатира, пародия на претензии человека вмешиваться в то, что подвластно лишь Богу. Преображенский, ученый, величина мирового значения, успешный врач, он вспыльчивый, но добрый. Доктор Иван Арнольдович Барменталь – первый ученик школы Преображенского, любящий своего учителя и преданный ему. Шарик представляется как вполне разумное, рассуждающее существо. Он даже острит, а шейник все равно, что портфель. Но Шарик – то самое существо, в сознании которого появляется безумная мысль подняться из грязи в князи. Я – барский пес, интеллигентное существо. У Шарикова ничего не остается от Шарика, кроме ненависти к кошкам и любви в кухне. Он перенимает все привычки своего донора Клима Чугункина. Он ведет себя как дикарь, а о нормальном поведении говорит – мучайте себя сами, как при царском режиме. Барменталь называет Шарикова человеком с собачьим сердцем, но Преображенский поправляет его. У Шарикова как раз человеческое сердце, но самого плохого из возможных людей. Зловещая фигура председателя домкома Швондера, который представляет пролетариат, верящий только в силу власти и документов. Превращение Шарика в Шарикова и все, что влечет за собой это событие, напоминает реализацию популярной в послереволюционные годы идеи создания нового человека «Кто был ничем, тот станет всем». С помощью фантастического сюжета Булгаков обнажает абсурдность этой идеи. Общество 20-х годов характеризуется в повести с помощью иронии, пародии, гротеска. Роковые яйца и собачье сердце заставляют задуматься о непредсказуемых последствиях научных открытий, объединяет повести наличие образов ученых. Оба профессора интеллигентные, преданные науке люди, но оба живут изолировано от общества, приверженцы чистой науки. Их открытия выходят из-под контроля. Также произведения объединены темой ответственности науки и темой невежества. Сатирические произведения Булгакова являются продолжением традиции литературы XIX века, поднимают сложные философские вопросы, отвечать на которые приходится каждому поколению.